Марат Измайлов Давайте разберемся, что случилось с этим нетривиальным футболистом. Поехали! Марат Измайлов начинал в футбольной школе молодежи. Марат рос быстрым, техничным мальчишкой. Усваивал все на лету, вспоминал Николай Растегаев, первый тренер Измайлова. В локомотив юноша попал в 2000 году. Одаренному новичку создали все условия, дали хороший контракт, а главное — возможность играть в первой команде. Переход из дубля в основу занял у Измайлова год. Уже в марте 2001-го он дебютировал за Лока, а в мае забил свой первый мяч на взрослом уровне, став одним из самых молодых авторов гола за всю историю чемпионатов России. На момент матча с «Зенитом» ему было 18 лет, 8 месяцев и 4 дня. В первом сезоне за Лока Марат провел 32 матча, забил 6 мячей, отдал 8 результативных передач и получил вызов в главную сборную. Успевал играть и в молодежной сборной. Здоровья хватало на все. Измайлов был одарен от природы. Когда я его обследовал, то сказал Семину, у нас в команде появился бриллиант. Он может как челнок отрабатывать два тайма, вспоминал Савелий Мышалов, бывший врач локомотива. Однако после резкого старта начался такой же резкий спад. Измайлов стал частым посетителем ночных клубов столицы. Александр Удальцов рассказывал, что Измайлов однажды чуть не сбил Юрия Семина машиной. Дело было так. Раньше Семин вставал часов в 6 утра в Баковке, собаку выгуливал, в киоск за газетой к железнодорожной станции ходил. Так вот, идет Семин спокойненько, а тут из-за угла как поворачивает машина на полной скорости. Чуть не сбила Палыча, а в ней Измайлов, только возвращающийся из ночного клуба. Но Семин промолчал, ничего не сказал. Не оштрафовал, просто специально нагрузил его на тренировки через пару часов так, что Марата после нее протошнила как следует. За Маратом начали следить зарубежные клубы. Футболист был буквально в шаге от перехода в лондонский Арсенал. Вот воспоминания агента Константина Сарсани. Интересная история была в 2002 году. Мне позвонили из Арсенала и сказали, что интересуются Измайловым. Приехали в Лондон, прилетел Юрий Семин. Прилетел не один, а с агентом Паулу Барбозой, которого на базе Арсенала видеть почему-то были не очень рады. Была встреча с Арсеном Венгером, и он сказал, «Измайлов нам интересен, готов вложить определенные деньги». Вроде бы и все всех устроило, но Барбоза начал говорить. «Я с Интером разговаривал, они дадут больше». На что Венгер ответил, «Я обедал вчера с президентом Интера. Брать Измайлов они не будут». Начали спорить, в итоге Венгер сказал, «Поеду на чемпионат мира в Японию, посмотрю, стоит ли он таких денег». Первая игра обыграли Тунис. Следующий матч против Японии. И это был провал. В итоге Венгер сказал, «Спасибо, Костя, но не надо». В сезоне 2003 года Измайлов вернулся на прежний уровень, но уже через год началась череда травм. На этой почве талантливый игрок стал очень мнительным и замкнутым. Перед началом сезона Юрий Палыч попросил приехать с Измайловым в Сочи, чтобы он прошел там последний этап реабилитации. Марат был очень мнительным парнем. Специально попросил, чтобы из Грузии приехал его знакомый массажист. «Он доверял в этих вопросах только ему», вспоминал Борис Игнатьев, занимавший тогда пост спортивного директора в «Локомотиве». Савелий Мышалов, бывший главный врач «Локомотива», и вовсе уверен, что Измайлов придумывал свои травмы. Был случай, когда «Локомотив» собирался на игру в Австрию. Приехали все, кроме Измайлова. Команда улетела. Только позже выяснилось, что Измайлов ночью оказался в больнице, а утром, не дожидаясь обследования, сбежал из палаты. Или вот другая история. Приезжаем в Германию на сбор. У Марата что-то со спиной. Говорит, не могу играть. Я позвонил знакомому доктору из Мюнхена. Он ответил, привози. Марат в тот же день приехал к нему на электричке, прямо из Штутгарта. Потом звоню. «Ну, чего?» Врач мне отвечает. «У твоего парня проблема. Серьезная. С головой. Но спасибо, говорю. Ты попал в десятку». В сезонах 2006 и 2007 годов Измайлов почти не играл. Всего 31 матч и один гол за два года. Марат решил, что ему пора сменить клуб. Локомотив был не против, даже ценник назвал 10 миллионов долларов. Сам игрок считал эту сумму завышенной. «Моя цена на сегодняшний день миллиона 3-4, не больше. Примерно столько я отдал португальский спортинг». Марат отличился в первом же матче за новую команду. Забил ворота порту дальним ударом. По итогам сезона 2007-2008 Измайлов набил неплохую статистику. В Португалии Измайлов провел 6 лет. Сначала в спортинге, потом в порту. В 2010-м появилась информация, что спортинг оштрафовал Марата на две трети зарплаты за отказ выйти на матч с Атлетика в Лиге Европы. Спортивный директор клуба тогда сказал, что Измайлов больше не будет играть за спортинг. Измайлов в ответ дал интервью, за которое его позже оштрафовали еще раз. Он меня вызвал и сказал, что хочет, чтобы я вышел на поле. Я ему откровенно ответил, если на игру выходит футболист, не готовый на 100% помочь партнерам, это в первую очередь минус для команды. Когда директор понял, что сыграть у меня не получится, он сказал, чтобы я собирал вещи и ехал домой. В итоге конфликт решили, и Измайлов отыграл в спортинге еще несколько сезонов. Тем не менее, впоследствии врач спортинга Федерико Варандаш тоже рассказывал, что считал проблемы Измайлова со здоровьем придуманными. Появились слухи, что Марат хочет вернуться в локомотив. Эту информацию подтвердил сам футболист, но спустя некоторое время. Я практически одной ногой уже был в локомотиве, признался Марат в 2015 году. Даже прошел медобследование, но в последний момент решили, что лучше немного подождать. Возвращение в Россию осложнялось и тем фактом, что Измайлову якобы угрожали бандиты. Неоднократно он, получая вызов в сборную, просто отказывался ехать на родину. Формулировки были разные. Семейные причины, съемки в рекламе, спонтанная боль. Слухи о том, что Марат как-то связан с преступной группировкой, разлетелись по СМИ. «Есть информация, что Марат должен денег каким-то бандитам в России, потому и не приезжает сюда», — сказал Василий Уткин. «Скажите, вот вы часто занимаете деньги у бандитов? Нет, ну, бывают разные случаи. В России живем». Выждав какое-то время в Португалии, Измайлов все же вернулся в Россию. Отбегал аж целых семь матчей за Краснодар, перешел свободным агентом в московский Арарат, а в итоге с концами укатил в Португалию. Триумфальным возвращение в Россию не вышло. Сейчас Марат ведет затворнический образ жизни. Он давно не давал интервью и вообще избегает прессы. Измайлов живет с семьей в Лиссабоне и лишь изредка навещает родню в Москве. Марат полностью отгородился от внешнего мира. У него нет аккаунтов в социальных сетях. Даже на пике карьеры Измайлов практически не шел на контакт. Видимо, ему так комфортно, подальше от посторонних глаз. А на этом все. Пишите в комментариях, о каких еще футболистах, загубивших свою карьеру, вы хотели бы узнать. Ставьте лайки и бейте в колокол. Здесь будет еще много интересных футбольных историй.